Все руководители федеральных органов находятся на месте происшествия. То, что удалось установить в первые минуты нашего прибыли на место происшествия, то, что микроавтобус, который осуществлял заказные перевозки, те самые, которые доставляют много проблем с нарушением установленного порядка перевозки пассажиров, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом. В рейсовом автобусе находились несколько человек, водитель. К сожалению, перевозчики, которые совершили лобовое столкновение практически, под видом заказных перевозок погибли все, включая водителя. Уцелел только один пассажир, который находился на заднем сидении этого транспортного средства. Видно по первым признакам и по первым данным, которые осуществляет оперативно-следственная группа. Тормозного пути в транспортном средстве у заказных перевозок нет, она отсутствует. Тормозный путь у автобуса маршрутного есть, то есть он пытался предотвратить столкновение, находился на своей полосе движения, а автомашина, заказных перевозок, он, к сожалению, находился на практически на встречной полосе. Для нас, конечно, это большая трагедия. Мы не скрываем, что мы очень все расстроены сильно тем, что это вообще произошло. Конечно, мы выражаем глубокие соболезнования всем близким, людям, тем, кто погиб, вне зависимости от того, граждане в какой стране они являются, где они проживают. Мы делаем все возможное, чтобы оказать помощь тем, кто сегодня не нуждается. Это родственники погибших. Все трое пострадавших, которые попали в это страшное ВТП, были немедленно распределированы машинами скорой помощи, реанимацией. Они сейчас находятся на пенсиональном лечении. И это состояние является, скажем, тяжелым, но стабильным. Конечно же, вот эти погибшие люди в этом ВТП, это 30 человек. Мы сейчас организованы официальные процедуры опознания. Доставлены в один из морков города Твери. Приглашены, будут установлены личности, приглашены родственники для проведения официальных процедур. Правительство приняло решение о компенсации, о выкладке материальной помощи всеми моим и близким людям, наших пострадавших, которые попали в это ВТП. Наверное, хотел бы особо отметить, что наша работа по борьбе с нелегальными перевозками сегодня активно идет. И мы максимально закрываем все эти лазики, которые сегодня имеются для организации вот таких небезопасных видов деятельности. К сожалению, все равно остаются представители, которые продолжают бизнес под видом незаконных, под видом заказных перевозок, решают неустановленные, нелегальные, не сертифицированные услуги для населения. И сегодня мы, я думаю, все прекрасно понимаем, что законы, которые сейчас приняты Государственной Думой, в честь ужесточения требований к пассажирским перевозкам, должны быть незамедлительно реализованы на нашей территории. Потому что это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах. Ну, наверное, еще раз хотел бы сказать, что мы выражаем глубокие соболезнования всем близким и родственникам пострадавших, погибших в этом страшном ДТП. И мы сделаем все необходимое, чтобы компенсировать не только материальные, но, конечно же, и такие моральные, к сожалению, утраты, которые повлекло это в каждом транспортном происшествии. А мои первые агентства «Воложья» Игорь Михайлович, стоит предупреждать радикальных мер, ну, к примеру, просить из-за тавтологии, одномоментно взять и закрыть просто. Вот это движение маршрутное и в Твери, и по области. Да. С нашей стороны стоит ждать радикальных мер. С стороны правительства мы об этом предупреждали. Хотели дать бизнесу возможность легально, спокойно, в нормальном режиме, говорили об этом, так сказать, либо привести в нормальное состояние в официальном маршрутном перевозке свою деятельность, когда они осуществляют посадку пассажиров в установленных местах, на автовокзалах, когда продаются официальные билеты, соблюдаются требования безопасности, когда водители проходят все установленные процедуры. Но, к сожалению, вот либеральный подход к таким видам деятельности, наверное, себя не оправдывает. Мы полагаем, что необходимо, наверное, уже пришло время для наведения жесткого порядка в плане организации пассажирских перевозок.